Приветствую всех! Это Система.Инфо. Информационный центр, где мы рассказываем о самом важном. И это обзор событий за неделю. Мы экономим ваше время и из всего информационного потока отбираем для вас только проверенную и актуальную информацию. На Донбассе следующие несколько недель будут очень сложными. По словам секретаря СНБО Данилова, россияне концентрируют войска и атакуют территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их админграницы. Также Данилов отметил, у России еще остается большое количество оружия. Беларусь начала военное учение в Бресте, в 60 километрах от границы с Украиной. А Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Утверждает, делает это в оборонительных целях. На то, что Россия и Беларусь стягивают войска к северным украинским границам, обращает внимание Вашингтон-Пост. Опрошенные изданием эксперты не исключают, что Россия попробует совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву. Замминистра обороны Анна Малер заявила, что угроза новой попытки захвата россиянами украинской столицы теперь будет всегда. Генсек НАТО призвал страны Альянса быть готовыми к тому, что оказывать поддержку Украине придется длительное время. По оценке Столтенберга сейчас все перешло в войну на истощение. CNN сообщает, что администрация Байдена готовится увеличить количество вооружений Украине. Ожидается, что в новом списке появятся и современные реактивные системы залпового огня большой дальности МЛРС. Тем временем Reuters пишет, что США ведут переговоры с Украиной об опасности эскалации с Россией. Это может произойти в случае нанесения удара новым вооружением вглубь российской территории. В ООН обеспокоены, что из-за войны в Украине запасов пшеницы на земле осталось на 10 недель. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать свое зерно. Путин выдвинул требования для деблокады, снятия западных санкций. В Госдепе США ответили, американские санкции останутся в силе до прекращения войны. В Украине вынесен первый приговор за военные преступления. Российского сержанта Вадима Шишимарина, который в феврале убил 63-летнего мирного жителя Сумской области, приговорили к пожизненному заключению. В Кремле отреагировали на вердикт, мол, попытаются защитить интересы своего гражданина. На следующей неделе суд объявит приговор еще двум военным России, причастным к обстрелам гражданской инфраструктуры в Харьковской области. Служба безопасности Украины опубликовала видеосвидетельство Медведчука против Порошенко. Нардеп ОТПЗЖ заявил о причастности пятого президента к закупке угля в Ордло и выводу нефтепровода из госсобственности. У Порошенко назвали такие заявления информационной диверсией в интересах страны-агрессора. На Путина было совершено покушение после начала войны, но неудачное. Об этом сообщил начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Путин может быть отстранен от власти уже в 2023 году, причем не из-за войны против Украины, а в связи с ухудшением здоровья, заявил экс-глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлов. По его словам, преемником может стать секретарь совбеза России Патрушев. Польша готовится к нападению России. Как заявил посол Украины Андрей Дещица, поляки обновили закон об обороне и проводят закупку современных видов вооружения. Ранее премьер Польши Моровецкий заявил о готовности его страны разместить у себя базы НАТО на постоянной основе. «Если Путин захватит Украину, он пойдет войной против Словакии», утверждает премьер страны Эдуард Хегер. Он раскритиковал членов Евросоюза, мол, они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы. Литва остановила импорт российских энергоносителей, а потребности будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта из стран Евросоюза. Также Литва более не будет получать российский газ и нефть. Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа. Решение принято в связи с отказом польской стороны оплачивать газ в рублях. Тем временем Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецким компаниям разрешили платить за российский газ в рублях, не нарушая при этом санкции. Аналогичное разрешение получили и итальянские компании. В Давосе прошел Всемирный экономический форум. Центральной темой стала война в Украине. Президент Зеленский призвал ввести максимальные санкции против России. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что свобода важнее экономической выгоды. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйн предложила передать замороженные активы России на восстановление Украины. Не позволить Путину выиграть войну призвал немецкий канцлер Шольц. А вот экс-госсекретарь США Киссингер для достижения мира предложил Украине вернуться на позиции до 24 февраля, фактически отказавшись от части Донбасса и Крыма. Его инициативу резко раскритиковали на Западе и в Украине. Россиян в Давос не пригласили впервые более чем за 30 лет. В Молдове суд отправил бывшего президента Игоря Додона, известного своими пророссийскими взглядами, под домашний арест на 30 дней. Его обвиняют в коррупции и государственной измене. Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьян и оспой. В 12 странах сейчас несколько сот заболевших, но нет ни одного летального случая. ВОЗ считает, что нынешняя вспышка оспой обезьян не потребует срочной массовой вакцинации населения в мире. Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» выпустил украинский номер. В нем размещены работы украинских карикатуристов. Деньги от реализации этого номера будут переданы Вооруженным силам Украины и территориальной обороне Одессы. Таковы события недели. Информцентр-система держит руку на пульсе и информирует вас о самом важном. Подписывайтесь на канал, комментируйте и будьте в курсе событий.